Приветствую на нашей очередной встрече, на нашем всероссийском научно-практическом вебинаре. Сегодня тема наша звучит как «Сенсорные особенности с расстройствами аутистического спектра. Стратегии помощи». Ну, собственно, для кого не секрет, что причина многих симптомов аутизма – это нарушение именно в сенсорном восприятии. Отсюда поведенческие проблемы, проблемы в обучении, и специалист, работающий с детьми с расстройством аутистического спектра, естественно, должен иметь об этом представление. Сегодня мы будем разговаривать об этом с Манеллисом Натальей Георгиевной, с практикующим педагогом-психологом, кандидатом психологических наук, сотрудником Федерального ресурсного центра по комплексному сопровождению детей с расстройством аутистического спектра, ну и просто замечательного, доброго человека. Наталья Георгиевна, пожалуйста, Вам слово. Тема действительно очень интересная. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Итак, сегодня наша тема, тема нашей встречи – сенсорная и стратегия помощи. И я предлагаю обсудить вот такие темы в рамках этого вебинара. Первое – это сенсорные системы и их свойства. То есть мы обязательно должны понимать вообще, что такое сенсорная система и какие у этих систем есть свойства, потому что если это знать, если это хотя бы иметь какое-то об этом представление, то гораздо понятнее будет оценить, проще будет оценить и понять, почему дети, ну в частности с аутизмом, демонстрируют те или иные поведенческие феномены. Вторая тема – это, конечно, нарушение функционирования сенсорных систем. Важно сказать, что очень часто нарушение функционирования сенсорных систем сводят только либо к повышенной, либо к пониженной чувствительности. Вот это такая большая ошибка на самом деле. И нарушение функционирования сенсорных систем сводить только к этим двум феноменам нельзя. И поэтому специально большая довольно тема, которую я бы хотела сегодня обсудить – это самостимуляция и ее функции, потому что аутостимуляция – это тоже очень часто признак и результат нарушения функционирования той или иной сенсорной системы. Обязательно мы поговорим о таком явлении, очень неприятном, которое называется сенсорная перегрузка. Как ее увидеть, как ее предотвратить и что делать, если она все-таки возникает. Пятая наша тема для обсуждения сегодня – это сенсорный профиль и сенсорная диета. Что это такое, как вообще оценить с помощью создания сенсорного профиля, как оценить, что именно функционирует не так у того или иного человека. И, наконец, шестая тоже, по сути, самая, наверное, важная тема – это помощь детям с нарушением функционирования сенсорных систем. Итак, первая наша тема – сенсорные системы и их свойства. Ну, здесь вот дано просто определение сенсорной системы – это совокупность периферических центральных структур нервной системы, ответственных за восприятие сигналов различных модальностей из окружающей или внутренней среды. Существует несколько классификаций сенсорных систем у разных авторов, но, как правило, они все выделяют зрительную, слуховую, обонятельную, вкусовую, тактильную, проприоцептивную и вестибулярную сенсорные системы. Иногда в некоторых других классификациях отдельно выделяется болевая, температурная и сенсорная система внутренней среды организа. Какие же у всех сенсорных систем, независимо от того, к какому анализатору они относятся, существуют свойства? Вот ниже перечислены основные свойства сенсорных систем. Ну, это, во-первых, высокая чувствительность к адекватному раздражителю. То есть каждая сенсорная система реагирует на свой специфический раздражитель. Это, в общем, достаточно понятная вещь, зрительный, на зрительный, слуховой, на слуховой, стимулы и так далее. Инерционность, адаптация сенсорной системы, фильтрация сенсорной информации, тренируемость, постоянное взаимодействие сенсорных систем и сенсорная модуляция. И сейчас каждый из этих свойств мы рассмотрим по отдельности. Итак, чувствительность к адекватному раздражителю. Я уже сказала, что каждая сенсорная система отвечает на свой специфический или адекватный раздражитель. И вот эта чувствительность, то есть она чувствительно настроена именно на него, и она оценивается с помощью трех критериев, как правило. Это абсолютный порог ощущения. Первый критерий, с помощью которого мы можем оценить чувствительность сенсорной системы. Абсолютный порог – это минимальная сила раздражения, вызывающая возбуждение сенсорной системы, которая субъективно, вот подчеркиваю, субъективно воспринимается как ощущение. Надо понимать, что абсолютный порог для разных людей, конечно, может быть и разным. Один человек реагирует на очень незначительное раздражение, для другого нужно гораздо более серьезный выраженный стимул, для того, чтобы возникло ощущение звука, зрительное ощущение, тактильное и так далее. Минимальное изменение силы раздражения, которое субъективно воспринимается как изменение интенсивности, называется дифференциальным порогом ощущения. И, наконец, степень субъективной выраженности ощущений зависит как от интенсивности раздражителя, так и от функционального состояния сенсорной системы. Вот этот критерий очень важен, интенсивность ощущений, который называется. То есть, вот обратите, пожалуйста, внимание, то есть интенсивность ощущений, или, иначе говоря, субъективное ощущение, насколько сильно, силен тот или иной стимул, зависит как от самого раздражителя, насколько он силен или интенсивен, так и от функционального состояния сенсорной системы. То есть, например, человек уставший, я сейчас даже не, ни в коем случае не говорю только о детях с аутизмом, вообще о любом человеке. Человек уставший, раздраженный, невыспавшийся, может очень болезненно воспринимать какие-то стимулы, ну, например, слуховые, они ему кажутся слишком громкими, раздражающими. И это не, он совершенно иначе их воспринимает, когда он спокоен, в хорошем настроении и так далее. Они кажутся ему совершенно адекватными, нормальными и не вызывающими никаких неприятных ощущений. Следующее свойство. Следующее свойство. сенсорной системы – это инерционность. Заключается оно в том, что ощущения возникают и исчезают сравнительно медленно и сохраняются в течение некоторого времени, даже после того, как сам раздражитель, как сам стимул уже устранил. Ну, например, благодаря этому мелькающий свет, если он мелькает с определенной частотой, воспринимается субъективно как некоторый непрерывный поток. И мелькание не замечается наблюдателем. Вот это явление возникает именно в связи с тем, что сенсорная система обладает вот этим свойством инерционности. Это тоже очень важно помнить, потому что нередко, например, работая с какими-то… Ну, мы работаем с детьми, но работая, скажем, с проблемами слишком повышенной чувствительности и болезненного восприятия некоторого стимула, мы вроде бы его и убрали, а поведение, которое связано с тем, что эти ощущения очень неприятны, продолжает сохраняться. Отчасти это может быть связано именно с вот этим свойством инерционности, то есть еще, уже, вернее, стимул отсутствует, а ощущения все еще сохраняются. Важное свойство сенсорной системы – это, конечно, ее адаптация. Иначе говоря, способность приспосабливать уровень чувствительности к интенсивности раздражителя. Если какой-то раздражитель достаточно длительно воздействует на сенсорную систему, при этом сила его не изменяется, абсолютная чувствительность снижается. Ну, например, мы очень быстро перестаем замечать ощущения от одежды буквально через несколько секунд после того, как ее надели. Именно благодаря вот этой функции, вот этой особенности сенсорной системы, ее адаптации. То есть снижается, постоянное раздражение присутствует, тактильное в данном случае, от одежды, но абсолютная чувствительность падает. Важнейшим, конечно, свойством сенсорной системы является возможность фильтрации сенсорной информации. Через органы чувств человек получает безусловно невероятное количество ощущений одновременно. Это количество явно избыточно. И если бы не существовало вот этого механизма фильтрации, то человек был бы просто невероятно перегружен теми ощущениями, которые он постоянно получает из окружающей среды, а из внутренней тоже на свои органы чувств. И вот благодаря фильтрации сенсорной информации создается возможность обнаружить только значимый сигнал на фоне сенсорного шума, на фоне незначенных, отфильтровать незначимые, ненужные в данный момент ощущения и воспринимать только значимые. То есть таким образом в результате фильтрации на определенный уровень обработки поступает только часть сенсорной информации, которая получена предшествующими уровнями. Важное для нас тоже, важное для нас свойство, для нас я имею в виду, для нас, для тех, кто работает с детьми, у которых имеются проблемы в сенсорной сфере, это важное свойство тренируемости. То есть благодаря определенным упражнениям мы способны добиться и повышения чувствительности и ускорения процесса адаптации в результате сенсорной деятельности. То есть если организовать специальным образом некую сенсорную деятельность, то мы можем добиться повышения чувствительности и ускорения адаптации, что, безусловно, очень важно для того, чтобы нам каким-то образом помогать детям с соответствующими проблемами. Очень важный момент – это взаимодействие сенсорных систем. Конечно, все сенсорные системы осуществляют свою деятельность не изолированно, а постоянно взаимодействуют друг с другом. Благодаря этому, с одной стороны, обеспечивается возможность получения некоторого общего представления о стимулах об объектах окружающей среды. Обобщенного представления в объекте. Но, помимо этого, взаимодействие сенсорных систем выражается в том, что, скажем, воздействие на одну сенсорную систему меняет работу какой-то другой сенсорной системы. Это, на самом деле, мы можем заметить в результате просто наших обычных наблюдений. Наверное, очень часто многие слышали, что вот когда я одеваю очки, я лучше слышу. Наверное, некоторые люди так замечают вот такую вот особенность. То есть зрительные стимулы могут воздействовать, на самом деле, на чувствительность слуховой системы. Некоторые слишком сильные слуховые раздражители могут воздействовать на уровень восприятия болевой чувствительности. Ну и так далее. То есть воздействие, мораль такая, что воздействие на одну сенсорную систему может изменять состояние другой сенсорной системы. Это тоже чрезвычайно важно знать, понимать в те моменты, когда мы будем пытаться изменить функционирование сенсорных систем у наших подопечных. Ну, еще одна интересная особенность, которая иногда у некоторых людей присутствует и тоже связана с взаимодействием сенсорных систем, она заключается в том, что если стимул подается на одну сенсорность, на один анализатор, то ощущения могут возникнуть совершенно в другом. Ну, например, для некоторых людей слуховые стимулы могут вызвать зрительные ощущения. Например, окрашивание музыкальные некоторые звуки, это вот многие, не многие, но некоторые композиторы описывали такие свои особенности. Музыкальные звуковые стимулы вызывают зрительные ощущения, а именно окрашивание окружающей среды в определенный цвет. И определенная нота, определенный звук вызывает ощущение соответствующего цвета. Это тоже обусловлено особенностями взаимодействия сенсорных систем. Сенсорная модуляция – это способность сенсорной системы регулировать и организовывать адекватные, адаптивные реакции на сенсорные воздействия, что приводит к удержанию баланса между процессами возбуждения, торможения и к своевременной адаптации к изменениям среды. То есть сенсорная система должна работать очень гибко, постоянно подстраиваясь под изменения окружающей среды. И проблемы сенсорной, модуляции, естественно, приведут к серьезным трудностям у человека, которого это нарушение присутствует. То есть он не сможет подстроиться адекватно, быстро под изменения окружающей среды и, соответственно, будет испытывать, в частности, некоторые неприятные ощущения. Что же происходит при нарушении функционирования сенсорных систем? Наиболее понятные, очевидные вещи возникают для всех наблюдателей и возникают при нарушении чувствительности сенсорных систем, которые могут проявляться в виде повышенной чувствительности к стимулам либо, наоборот, к пониженной, к снижению чувствительности к определенным стимулам. Понятно, что при повышении чувствительности нейтральный для других людей раздражитель воспринимается как очень сильный или болезненный. Это я должна сказать, что вообще это характерно, конечно, не только для детей с аутизмом. Это встречается у самых, ну, у детей с типичным развитием и, на самом деле, у многих взрослых. И, возможно, вы сами или сталкивались с такой проблемой или видели таких людей, которые очень болезненно переносят, например, некоторые звуки. В частности, звук закрывающейся двери, например, вот такой, да, резкий. Для большинства, подавляющего большинства людей, это, в общем, совершенно нейтральный раздражитель. А некоторые люди воспринимают его настолько болезненно, что просто не в состоянии выносить, и как только видят, что дверь вот сейчас вот-вот захлопнется, они скрываются с места, пытаясь избежать вот этого звука, как их придерживают двери. Ну, очень хорошо, и многие знают и видели, конечно, как дети, не только опять-таки с аутизмом, закрывают уши, когда какой-то очень громкий звук, салют, качели или карусели как-то слишком сильно скрипят. Это оказывается для них слишком неприятно, иногда даже вызывает чувство боли. Понятно, что при снижении чувствительности стимул не воспринимается, так как воспринимается подавляющим большинством людей, и реакция на него может отсутствовать. Ну, это вот, в общем, такие достаточно понятные вещи. Еще раз говорю, что, к сожалению, довольно часто вот все нарушения функционированной сенсорной системы сводятся именно к этим двум формам – снижению и повышению чувствительности. Но это неверно, потому что… Опять же… Потому что могут страдать, нарушаться и другие свойства или характеристики сенсорных систем, ну, в частности, при нарушении адаптации и фильтрации сенсорной информации очень серьезно страдает функция внимания. Потому что устрачивается возможность концентрироваться на значимых предметах и действиях и игнорировать малозначительные раздражители. Ну, вот иногда действительно обращают внимание, ну, в частности, учителя, да и родители тоже, что ребенок в школе отвлекается очень сильно на побочные какие-то раздражители. То там птица пролетела или там машина какая-то проехала, и ребенок тут же отвлекается, в общем, ему очень трудно сосредоточиться. Ну, некоторые сводят это исключительно к повышенной чувствительности к слуховым стимулам, например, или к зрительным. Но, возможно, и даже скорее всего, это именно нарушение адаптации и фильтрации сенсорной информации, потому что не способен в этом случае человек отфильтровать незначимые раздражители и сконцентрироваться на значимых сенсорных стимулах. Ну, как я уже говорила, действительно, нарушение функционерных сенсорных систем присутствует не только у детей с расстройствами аутистического спектра, но и у многих других и детей, да и у взрослых. Но, действительно, у детей с аутизмом это чрезвычайно частый феномен, который серьезно затрудняет адаптацию, социализацию, способность учиться, взаимодействие с другими и так далее. Поэтому требует специального пристального внимания и какой-то помощи. Ну, в чем может проявляться, да, и вот нарушение функционерных систем, как и у всех остальных людей, это проявляется, конечно, в форме специфических поведенческих феноменов. Например, ребенок пугается простых двигательных активностей. Он очень не любит качелей, он не отказывается ездить с горки, качаться на каруселях. Возможно, это связано с повышенной чувствительностью к вестибулярным затражителям. То есть, они настолько сильны для данного конкретного ребенка, что приводит к очень неприятным ощущениям. И, соответственно, ребенок, человек, пытается избежать этих неприятных ощущений. Попытка настоять на том, чтобы он, тем не менее, качался, ехал с горки или что-то еще такое дел, приводит к протестам, может быть, к неадекватным, каким-то нежелательным формам поведения. Обусловлено они тем, что он просто пытается себя защитить от этих очень неприятных, а зачастую и болезненных для себя ощущений. Еще один пример, тоже достаточно часто встречающийся у ребенка с аутизмом. Создается впечатление, что он ведет себя как глухой. Да, это даже в некоторых диагностических критериях, в некоторых тестах, которые позволяют выявить риск наличия аутизма, скажем, в МЧАТе, есть вот такой поведенческий феномен, он описан там, и считается, что это очень, чрезвычайно частый феномен, который присутствует у детей сразу, что может свидетельствовать о риске развития аутизма в более старшем возрасте. Он может быть обусловлен в частности понижением чувствительности к слуховым стимулам. Обязательно еще раз я опять повторюсь, что понижение и повышение чувствительности ни в коем случае нельзя сводить только к этим двум проблемам нарушения функционирования сердционных систем, а важнейшим проявлением дисфункции является аутостимуляция и ее функция, что вот уж аутостимуляция и самостимулирующее поведение очень часто действительно включается даже в диагностические критерии аутизма, поскольку это очень распространенная вещь у детей с расстройствами аутистического спектра, поэтому очень важно понимать, что такое аутостимуляция и понять, почему она происходит, то есть разобраться в том, какова же ее функция в том или ином случае. Итак, аутостимуляция или стиминг. Стиминг очень часто сейчас использующийся термин, это просто калька с английского, это повторяющиеся действия, осуществляемые с помощью собственного тела или окружающих предметов, нацеленные на получение сенсорных ощущений. Стиминг чрезвычайно часто встречается при раз, это могут быть потряхивания руками, это могут быть раскачивания, движения рук перед глазами, пробежки какие-то из угла в угол и так далее, и так далее. То есть все это повторяющиеся действия, осуществляемые с помощью собственного тела или предметов, и вот обращаем внимание, смысл их получения некоторых сенсорных ощущений. У аутостимуляции или у стиминга существует несколько функций. Первая функция, безусловно, это защитная. Ребенок с помощью аутостимуляции пытается уменьшить боль, возникающую из-за гиперчувствительности к каким-то сенсорным раздражителям. Например, ребенок постоянно повторяет определенные фразы, ну, например, в классе. Очень может быть. Я пока все время говорю «возможно», мы потом разберем, почему это возможно, то есть что нужно сделать, чтобы определить это, утверждать более определенно. Сейчас мы только делаем предположение, что возможно, что это обусловлено его повышенной чувствительностью в слуховой сфере, и его настолько раздражают голоса или шум голоса других детей в классе, или шум какой-то, что он пытается уменьшить эти ощущения, с помощью того, что постоянно повторяет определенные фразы, что защищает его от этих самых неприятных ощущений. Вторая возможная функция, которая также очень часто присутствует у детей, которая демонстрирует нам аутостимуляцию, это функция стимулирующая, которая дает возможность улучшить восприятие поступающей информации, если чувствительность, наоборот, снижена. Например, ребенок очень часто лижет, сосет какие-то предметы, как правило, жесткие, стимулируя низкую тактильную чувствительность рецептора рта. Стимулируя некоторую сенсорную систему с помощью поступления туда вот такой довольно сильный, выраженный стимулов, вот в данном случае жестких предметов, можно эту чувствительность повысить. Мы говорили о тренируемости, в частности, но вот возможно, что в данном случае ребенок прибегает именно к этому для того, чтобы улучшить эту чувствительность. Важная функция стиминга или аутостимуляции это компенсирующая, которая дает возможность понять все-таки окружающую обстановку в случае недостоверной сенсорной информации, например, при фрагментарном или искаженном восприятии какого-то объекта. Ну, например, ребенок постоянно обнюхивает людей, предметы и использует обонятельную систему как основной источник получения информации, поскольку у него присутствует фрагментарное зрительное восприятие. То есть это одно из объяснений, возможных объяснений вот этого поведенческого феномена, который заключается в том, что ребенок постоянно обнюхивает людей и предметы. И таким образом, значит, пытается компенсировать вот этот свой недостаток. Очень важной функцией аутостимуляции является создание приятных ощущений. Это помогает ребенку отдалиться, уйти в себя, отдалиться от в сложные, подавляющие окружающие обстановки. Он стереотипно, например, стереотипно фантазирует при каждом удобном случае. Это, кстати, тоже можно рассматривать как аутостимуляцию или как стиминг, постоянное стереотипное фантазирование. Таким образом, отдыхая и пытаясь регулировать свое состояние. Вот это создание приятных ощущений. На самом деле, вот, с одной стороны, оно помогает отдохнуть ребенку, как бы уйти в себя и отрегулировать свое состояние. Но, с другой стороны, иногда настолько становится приятным при том, что оно повторяется очень много раз, что он постоянно, фактически, постоянно оказывается поглощен вот этим созданием приятных ощущений. Уже даже не столько, чтобы там отдалиться, защитить себя или отдохнуть, а просто только исключительно для того, чтобы создать приятные ощущения. И это чрезвычайно сильно начинает мешать его адаптации, обучению, потому что он фактически все время, и вы, наверное, сталкивались с такими ситуациями, все время поглощен вот этим стимингом, поглощен получением приятных, этими приятными ощущениями. И чрезвычайно сложно найти, например, какую-то мотивацию для того, чтобы вытащить его из этого состояния и начать, скажем, обучать или как-то с ним взаимодействовать. Поэтому очень важно научиться все-таки работать с подобными состояниями для того, чтобы улучшить способность ребенка к адаптации, социализации, обучению, ну и вообще повысить, соответственно, качество его жизни. Очень неприятным моментом, связанным с нарушением функционирования сенсорных систем, является сенсорная перегрузка. Слишком длительное или интенсивное воздействие на органы чувств, особенно у детей с повышенной чувствительностью к сенсорным стимулам, может привести к сенсорной перегрузке. Существует целый ряд признаков, которые на нее указывают, которые нужно обязательно отслеживать для того, чтобы первые эти признаки для того, чтобы попытаться предотвратить эту сенсорную перегрузку. Ну, а если уж она возникла, то понять, что это именно она. Итак, что же указывает или может указывать на то, что у ребенка сейчас достаточно, это тяжелое, неприятное очень состояние, на сенсорную перегрузку. Итак, внезапно возникшие, подчеркиваю, внезапно, неожиданно возникшие крики, агрессия, может быть, аутоагрессия, попытки убежать, спрятаться, отказы выполнять задания возникают крайне неожиданно для окружающих. Что может еще возникнуть? Повторяющиеся моторные движения, вот та самая аутостимуляция или стиминг. Ну, это может быть раскачивание, прыжки, хлопание в ладоши, потрясивание руками, повторение одной и той же фразы и так далее. Но, что важно, при сенсорной перегрузке очень часто возникают повторяющиеся движения, которые обычно не проявляются у ребенка в спокойной обстановке. Мы говорили, что вообще для ребенка сразу характерен стиминг. Он очень часто может хлопать, вращать какой-то предмет или пальцы перед глазами. Это типичное для него поведение. При сенсорной перегрузке очень часто возникает какой-то необычный для данного конкретного ребенка стиминг или аутостимулирующее поведение. Ну, например, обычно он трясет кистьями или прыгает, а вдруг начинает хлопать и раскачивается, что обычно для него обычно он, как правило, это для него не характерно, обычно он этого не делает. Вот это тоже должно быть, может служить сигналом и должно послужить сигналом для окружающих, что у ребенка возникает сенсорная перегрузка. Также при, конечно, очень тяжелых ситуациях, а надо сказать, что это действительно очень неприятное, очень тяжелое для человека состояние, могут возникнуть и такие феномены, как ухудшение координации, бледность или наоборот покраснение лица, учащение сердцебиения, сильное потоотделение, и даже боли в животе и тошнота и рвота. То есть это действительно серьезное и очень неприятное состояние, которое, конечно, нужно как можно быстрее купировать и в идеале предотвращать. Сенсорная перегрузка может вызвать срыв или истерику, а также и нежелательное поведение, которое, скажем, направлено на человека, который находится рядом, агрессию или на предметы, например, пытается сломать, очень часто сломать или устранить каким-то образом предмет, который вызывает неприятные ощущения. И вот такое состояние называют опять-таки, это калька с английского, meltdown. Тоже сейчас довольно часто используется и в русскоязычной литературе. в литературе, но это meltdown или отключение, когда человек полностью или частично перестает реагировать на внешние раздражители. То есть чрезвычайно трудно ребенка, который находится, или иногда и не ребенка, подростка, даже взрослого, очень трудно каким-то образом вывести из этого состояния какими-то обычными способами, потому что он фактически не реагирует на внешние раздражители, обращение к нему, его зовут по имени, пытаются что-то у него спросить, он на это не, реакции никакой нет. Здесь возникает один вопрос, который довольно важен, а именно вот это нежелательное поведение, которое возникает при сенсорной перегрузке, которое, как мы только что сказали, обозначается словом meltdown, очень похоже, бывает довольно часто, на поведение, которое возникает при попытке, например, ребенка настоять на своем, или настоять на своем, добиться желаемого, или наоборот, при отказе подчиняться каким-то требованиям, выполнять инструкцию. Это тоже достаточно известный, хорошо, наверное, всем знакомым политический феномен, который мы, с которым мы ежедневно, буквально, сталкиваемся при работе с детьми с аутизмом, такие вспышки раздражения, негативизма, гнева, агрессии, но обусловлены абсолютно другими причинами. Внешне они могут быть мел... Вот это вспышка ярости, раздражение, с агрессией, аутоагрессией, возникшее вследствие нежелания выполнять, подчиняться какому-то требованию или при попытках добиться желаемого, английском называется словом тантру. И вот тантрум нужно уметь отличить от схожих проявлений, вызванных сенсорной перегрузкой. поскольку поведение взрослого в той или иной ситуации должно быть совершенно разным. Итак, как отличить вспышку ярости или тантрум от мелдауна? При вспышках гнева обусловлены поведения преследуют некоторую совершенно определенную цель. как правило это желание что-то получить, например, какой-то предмет действия внимания, либо избежать чего-то, например, избежать необходимости выполнять некоторое задание, либо попытка избежать каких-то неприятных действий для ребенка, избежать прекращения некоторых действий, например, игры. Всегда возникает вот такое состояние всегда возникает в присутствии другого человека и направлено на него. То есть, если человек отсутствует, то, как правило, вот это состояние не должно возникнуть, потому что оно направлено именно на него, но, например, попытка добиться чего-то направлена, естественно, на другого человека, из чего человека нет, от него это не зависит, возможность получить желаемого, то, соответственно, и тантрум не возникает. Ребенок на самом деле контролирует свое поведение в подавляющем большинстве случаев, и оно прекращается, если цель достигнута. То есть если ребенок демонстрирует нам вспышку ярости, в тех случаях, когда пытается, например, получить какую-то игрушку, или что-то вкусное, а ему это запрещают, вспышка ярости, гнева, агрессии прекращается, когда он эту игрушку получает. Если он отказывается, например, выполнять какое-то задание, он кричит из-за того, что и функция этого поведения заключается в том, чтобы избежать выполнения, например, домашних уроков, разбрасывает со стола предметы, начинает кричать, может что-то ломать, как только ему говорят, ну ладно, не делай, делаешь потом, это поведение тут же, то есть цель его достигнута, и поведение тут же прекращается. При вспышках гнева, которые обусловлены именно вот такими ситуациями, для того, чтобы их избежать, уменьшить в будущем, предотвратить, следует провести функциональный анализ поведения, то есть определить функцию этого поведения, понять, почему ребенок кричит, потому что он пытается избежать чего-то, чего он не хочет, он пытается добиться желаемого, он пытается своим поведением привлечь внимание, то есть понять это с помощью соответствующих методов, которые разработаны в частности в прикладном анализе поведения. После того, как эта функция определена, необходимо не поощрять проблемное поведение и всегда поощрять желательные формы поведения. То есть эти все методы отлично разработаны в EBA и используются очень эффективно. Совсем другая история, когда мы имеем дело с мелдауном. С мелдауном, значит, еще раз напоминаю, что это очень похожее поведение, но возникающее вследствие сенсорной перегрузки. Значит, при мелдауне поведение не преследует никакой цели, за исключением попыток устранить раздражитель, неприятный раздражитель. То есть он, ребенок пытается убежать, сломать вот этот, скажем там, не знаю, часы, который, или телефон, или пылесос, который издает, например, очень неприятный звук. Иногда, конечно, может, при очень сильной перегрузке, эта агрессия может быть направлена на близкого, находящегося рядом человека. Но, как правило, все равно это попытка устранить, то есть цель этого поведения устранить, это неприятно раздражить. Поведение такого рода является реакцией на перегрузку и возникает независимо от присутствия другого человека. То есть не направлено конкретно на этого человека. Оно не контролируется ребенком и прекращается, если удалены сенсорные раздражители, при этом это происходит, как правило, не сразу, а только через некоторое время, которое необходимо ребенку, для того, чтобы прийти в себя, для того, чтобы успокоиться. Мы уже говорили о тех функциях сенсорных систем, инерционности в частности, что даже при том, что удален раздражитель, ощущения некоторое время все еще сохраняются. Чтобы уменьшить вероятность появления мелдауна, необходимо защищать ребенка от сильных для него сенсорных раздражителей. В некоторых случаях это понятно, как делать. Например, шумопоглощающие наушники использовать. В некоторых других мы поговорим позже немножко. Очень важно заранее предупреждать о возможных изменениях. Заранее ребенка необходимо предупредить, что сейчас я включу свет, сейчас я включу какую-то музыку, сейчас заиграет, там учитель будет играть на рояле и так далее. Важнейшая вещь – это замечать первые признаки сенсорной перегрузки. Взрослый должен заметить первые признаки сенсорной перегрузки и помочь ребенку избежать этой сенсорной перегрузки, то есть, например, ну, либо удалить стимулы, а если это невозможно, удалить ребенка из этой среды, где эти стимулы есть, для того, чтобы не довести до уже очень тяжелого состояния, ну, в частности, мелдаула. Очень хорошо помогает такая вещь, как регулярный отдых. То есть, очень полезно для ребенка с определенными сенсорными особенностями получение возможности регулярно отдыхать. В классе, например, ну, использовать специальные оборудования, о котором тоже речь пойдет чуть позже, или определенные зоны для релаксации, для отдыха. Таким образом, мы даем возможность ему разгрузиться, отдохнуть и, опять-таки, избежать возникновения сенсорной перегрузки и мелдаула. Ну, и, наконец, использовать специальные приемы, позволяющие снизить чувствительность к сенсорным стимулам. Помните, мы уже говорили о том, что, опять-таки, обладает сенсорная система такой функцией, как тренируемость. То есть, мы можем использовать некоторые приемы для того, чтобы изменить ее чувствительность к сенсорным стимулам. Следующий, но для того, чтобы наши действия были очень для нас самих, в первую очередь, понятны, эффективны и целенаправленны, необходимо, в первую очередь, вообще говоря, понять, а что же именно у данного конкретного ребенка сенсорными системами не так. Какие именно анализаторы страдают в большей степени, мы имеем дело в большей степени с, скажем, повышенной чувствительностью, пониженной чувствительностью к определенным стимулам, или мы имеем дело с, скажем, аутостимуляцией и, соответственно, попытками каким-то образом использовать стиминг для, опять-таки, нужно понять функцию этого стиминга. То есть, прежде всего, необходимо определить так называемый сенсорный профиль и разработать сенсорную диету, тоже такой очень часто сейчас использующийся термин, очень модный, под названием сенсорная диета. Что же такое сенсорный профиль? Итак, это определение того, какие именно сенсорные дисфункции присутствуют у ребенка. Вот это и называется сенсорным профилем. Для того, чтобы его определить, используют некоторые чек-листы, но сейчас довольно много таких чек-листов есть, ну, в частности, в сети, в интернете. Наиболее известный и тот, который мы обычно используем, это чек-лист, разработанный Ольгой Борисовичем Багдашиной, опубликованный вот в нашем методическом пособии по работе сенсорными нарушениями у детей с аутизмом. Но в любом случае сенсорный профиль, это некоторый, сенсорный чек-лист, вернее, это некоторый список вопросов, который позволяет выявить особенности функционирования сенсорных систем. Там даются описания поведенческих паттернов, которые являются следствием некоторых сенсорных нарушений. На вопросы должен отвечать человек, который очень хорошо знает ребенка, проводит с ним много времени, и, соответственно, человек, который хорошо ребенка знает, проводит с ним много времени, на самом деле достаточно наблюдателя, для того, чтобы выявить... для того, чтобы выявить и точно увидеть вот эти самые поведенческие феномены, которые указывают на сенсорные нарушения. Ну, как правило, в чек-листах оцениваются зрительные, слуховые, тактильные, проприцептивные, вестибулярные сенсорные системы, а также вкусовые и обонятельные. Ну вот, дальше я просто расскажу о некоторых вопросах, вернее, поведенческих феноменах, которые... или паттернах, которые обычно описаны в профилях, в чек-листах сенсорных, и которые могут указывать на дисфункцию той или иной сенсорной системы. Ну, обычно эти чек-листы достаточно объемные, но вот, в частности, в чек-листе Ольги Борисовны Богдашиной, там 232 вопроса присутствуют, то есть очень и очень подробно разбирается поведение ребенка, для того, чтобы более или менее все-таки адекватно оценить наличие тех или иных особенностей, определить сенсорный профиль. Надо сказать, что очень часто, вообще в подавляющем большинстве случаев, конечно, страдает не одна сенсорная система, а у одного и того же ребенка присутствуют особенности в функционировании сразу нескольких сенсорных систем, например, там, проприоцептивный, тактильный, слуховой и вестибулярный и так далее. Это просто общее такое место, это бывает очень часто. Кроме того, тоже не должно смущать то, что, скажем, довольно часто имеется, как, например, и повышенный, у одного и того же ребенка может иметься как повышенная, так и признаки как повышенной, так и пониженная одновременно чувствительность к одним из тем же, скажем, слуховым стимулам. То есть все это достаточно распространенная история, это не должно смущать. Но еще раз повторяю, наша цель при определении сенсорного профиля понять, какие же сенсорные системы наиболее в таком уязвимой такой ситуации находятся, причиняют наибольшие трудности, проблемы, неприятности и, собственно, с чего нужно начинать нашу работу. Ну вот дальше просто несколько примеров этих феноменов поведенческих, которые указывают, ну, в частности, например, на особенности функционирования тактильной системы. Ребенок избегает определенных видов одежды, например, он стремится стоять в конце ряда, потому что, да, понятно, что он старается не подходить близко к другим людям, а это часто проявляется в том, что ребенок, ну, например, когда вы ставите его в группе, в классе, там, на линейке или где-то он стремится ставить подальше, именно потому что для него может быть его те тактильные ощущения, которые возникают, если он близко, прикасается к другим людям, очень неприятно, отказывается мыться, расчесывать волосы, избегает рисовать пальцами и так далее. То есть это вот только некоторые примеры тех феноменов, которые могут указывать на дисфункцию тактильной системы. Кстати, очень интересно, что иногда, почему тоже важно, обязательно сенсорный чек-лист использовать, потому что одни и те же поведенческие феномены могут быть вполне обусловлены нарушениями разных сенсорных систем. Ну, например, ребенок пытается избежать, не может, не любит стоять в группе людей, он стремится уйти подальше. Это может быть и тактильные какие-то нарушения, или сверхчувствительность, повышенная чувствительность к тактильным стимулам, но возможно, что это и особенности, скажем, функционирования обонятельной системы, то есть эти запахи для него слишком кажутся сильными и неприятными, что приводит к тому же самому поведению, а причина разная. Поэтому сенсорный профиль даст возможность развести эти нарушения. Ну, например, что возникает при... Какие поведенческие феномены достаточно часто наблюдаются при особенностях функционирования вестибулярной системы. Естественно, это связано с чувством равновесия в значительной степени. Например, медленно ходит по лестнице, старается держаться за перилы, очень не любит такие упражнения, как кувырки, перекаты, очень не любит, когда ему наклоняют голову, или ему нужно наклонить как-то голову, пальцы прыжков, карусели, качелей. Ну, и целый ряд других вопросов, на которые должен ответить человек, который занимается тем, что определяет сенсорный профиль, который указывает на дисфункцию с вестибулярной системой. То же самое, такие же вопросы направлены на особенности, на выявление особенностей функционирования, скажем, обоняния или вкуса. Например, гиперчувствительность проявляется в сфере обоняния, может проявляться в том, что ребенок отказывается заходить в определенные места с ярко выраженными запахами, например, категорически не идет в туалет или столовую. Возможно, это обусловно дисфункция сенсорных систем. Не отказывается принимать определенную пищу, отказывается близко находиться с человеком, который использует, использует, скажем, какие-то духи или шампуни. То же самое с нарушение функционирования вкусовой системы, отказ, скажем, принимать определенную пищу. При слуховых трудностях в слуховой сенсорной системе, в системе при гиперчувствительности очень часто рассеянный ребенок выглядит рассеянным в ситуации шума, когда все смеются, шумят, он выглядит рассеянным, ошаражным, закрывает уши, наоборот, может слышать звуки на большом расстоянии, на них реагируют, на те звуки, которые практически не слышны другим людям. Скажем, на особенности функционирования слуховой сенсорной системы могут указывать и такие особенности ребенка, например, как стремление издавать громкие ритмичные звуки, стучать предметами и так далее. Вот эти все вопросы и очень много других вопросов или утверждений, вернее, на которые либо утвердительно, либо отрицательно отвечает человек, заполняющий этот чек-лист, они вот и позволяют сенсорный профиль определить и выявить наиболее уязвимые места в сенсорных системах у ребенка. И сенсорный профиль после того, как он создан, он позволяет разработать подходящую для конкретного данного конкретного ребенка так называемую сенсорную диету. Что такое сенсорная диета? Это, с одной стороны, минимизирование воздействия раздражителей, приводящих к возникновению неприятных ощущений, то есть сенсорная диета заключается в том, что мы защищаем ребенка от болезненных и неприятных для него ощущений. С другой стороны, предоставляем ребенку ощущения, которые ему необходимы для того, чтобы справиться со стрессом и уменьшить потребность в аутостимуляции. Собственно, вот смысл слова сенсорная диета сводится именно к этому. Ну, как известно, существует, сейчас достаточно широко применяется и популярной являются, скажем, такие формы помощи, как метод сенсорной интеграции, так называемая мужичковая стимуляция, и все их целью является помощь детям с нарушениями функционерной сенсорной системы. Безусловно, они достаточно часто эффективны, но, тем не менее, и в школе, и дома, или там, детском саду, можно использовать еще целый ряд и нужно использовать еще целый ряд приемов, которые позволят на самом деле в режиме здесь и теперь, вот прямо сейчас, помочь детям с определенными особенностями функционирования сенсорных систем. И сейчас вот я просто приведу несколько примеров, как можно помочь детям с теми или иными проблемами. Ну, например, помощь детям с повышенной чувствительностью к сердцерным раздражителям. Достаточно, наверное, распространенное поведение ребенка, которое заключается в том, что он сопротивляется обучению рука в руке. Этот метод часто применяется, конечно, он очень удобный, он очень эффективный, но работая этим методом, мы можем столкнуться с тем, что ребенок категорически отказывается этого делать. И, столкнувшись с этой ситуацией, первая наша задача это понять, собственно говоря, а почему это происходит. И вот возможная причина повышенной чувствительности к тактильным раздражителям. Опять обращаю ваше внимание, что здесь написано у меня возможная причина, то есть это только наше предположение, потому что, ну, например, как я уже говорила, может быть, ребенку не нравится, у него повышенная чувствительность к некоторым обонятельным запахам, обонятельным стимулам, и на самом деле он сопротивляется вовсе не потому, что ему неприятны тактильные раздражители, а именно какие-то запахи являются настолько противными для него, что он пытается отказаться от такого близкого контакта. Вот для того, чтобы эту причину понять более точно, как я уже сказала, имеет смысл, конечно, определить сенсорный профиль. Ну, и так, допустим, с помощью сенсорного, определения сенсорного профиля, мы с высокой долей вероятностью понимаем, что это повышенная чувствительность к тактильным стимулам, и именно поэтому ребенок сопротивляется обучению рука в руке. Что же делать? Ну, во-первых, вот, что очень важно, мы должны уважать эту особенность, я бы хотела это подчеркнуть, что на самом деле это вот, ну, некоторая такая особенность человека, которую необходимо уважать и не настаивать на том, что нет, вот, нравится, не нравится, а, кстати говоря, я не случайно об этом говорю, потому что довольно часто сталкиваемся с ситуацией, в которой вот ребенок сопротивляется, нет, я взрослый, там, педагог, родитель, специалист, он говорит, нет, мы все равно будем делать так, вот, что так надо. Значит, ну, с моей точки зрения это неправильно, мы уважаем эту особенность, мы прекращаем использовать обучение рука в руке, если ребенку это неприятно и вызывает какие-то очень неприятные ощущения, ну, мало того, что просто перестаем доставлять ему эти неприятные ощущения и ассоциироваться с ними, как бы один выход из этого, вернее, следствие того, что мы прекращаем это делать, но, помимо всего прочего, мы просто не можем его учить, если он сопротивляется. Значит, на самом деле нужно постепенно и очень осторожно приучать ребенка к таким прикосновением. То есть можно очень на короткое время прикасаться к руке, это не обучение рука в руке, а очень на короткое время прикасаться к руке, совмещая это с чем-то очень приятным для ребенка и постепенно увеличивая время прикосновения. То есть мы ассоциируем для ребенка вот это незначительное прикосновение, сначала очень маленькое, с чем-то приятным. И на самом деле регулярно сильно сжимать руки, вот это иногда кажется довольно странным, что ему неприятно, но ему неприятно тактильное, то есть не слабое, не сильное прикосновение, тактильные раздражители вызывают очень неприятные ощущения. А проприоцептивные, то есть когда мы силой сжимаем руки напротив, очень часто вызывают наоборот ощущение приятности, приятные, успокаивают ребенка и кстати очень часто используются специалистами по как раз сенсорным проблемам, сильные сжатия кистей рук помогают с одной стороны расслабить ребенка, а с другой стороны, поскольку они в любом случае ассоциируются с тем, что к нему прикасаются, через какое-то время ребенок гораздо спокойнее начинает относиться к обучению рука в руке. Но в то время, пока он этого делать не может, учить его другими способами, которые в нашем арсенале есть, ну например учить посредством имитации. Еще один пример повышенной чувствительности к сенсорным раздражителям это, например, те случаи, когда ребенок не переносит даже слегка испачканных рук. В школе, в детском саду, ну и в общем дома, во время еды, конечно постоянно мы сталкиваемся с ситуациями, когда нужно каким-то образом контактировать с пластилином, глиной, песком, красками, едой и так далее. И вот ребенок категорически отказывается это делать, чуть-чуть испачканные руки вызывают бурную реакцию. Очень возможно, что причин такого поведения это повышенная чувствительность и соответственно такая реакция на тактильные стимулы, которые оказываются для ребенка чрезвычайно неприятны. Ну, во-первых, конечно, надо еще раз, всегда при повышенной чувствительности, опять я хочу напомнить, то есть мы пытаемся защитить ребенка от неприятных раздражений. То есть использовать бумагу, заворачивать там или перчатки, например, когда он что-то ест, для того, чтобы не прикасаться руками к, соответственно, к броду, к еде или к чему-то еще. Проводить занятия с массой, которая не оставляет следов на руках, то есть не доставляет такие неприятные ощущения ребенку. И опять один из приемов это, например, сильное сжатие рук ребенка, что же очень помогает для того, чтобы понизить, на самом деле понизить вот эту чувствительность к тактильным раздражителям. Но с повышенной чувствительностью всегда все-таки еще раз, вот мне очень хочется опять это подчеркнуть, может быть, уже я не знаю какой раз, это уважение к особенностям человека и защита его от неприятных раздражений. Это то, что нужно делать в первую очередь. Ну, можно много еще приводить примеров, к которым, когда мы имеем дело с повышенной чувствительностью к тем или иным сенсорным раздражителям. Ну, например, к слуховым стимулам это, кстати говоря, достаточно легко распознается, закрывает уши, убегает. И шумопоглощающие наушники это тоже, в общем, такая очень распространенная история, она всем известна. А вот, скажем, повышенная чувствительность к зрительным стимулам, вот это иногда не так легко увидеть, на что следует обратить внимание, чтобы сделать предположение о том, что у ребенка есть повышенная чувствительность к зрительным стимулам. Например, он очень любит, когда видит, просто надеть солнцезащитные очки, валяются дома солнцезащитные очки, он их вдруг случайно видит и пытается надеть. Иногда, я бы сказала, часто родители расценивают такое поведение, как, ну, он имитирует взрослых, вот он хочет быть как папа, как мама, он играет. На самом деле, одно из возможных объяснений, это попытка защитить себя от неприятных зрительных раздражителей, слишком яркого света. Ребенок пытается постоянно ходить в кепке с козырьком. То есть, как только она находится у него в доступе, он ее надевает, дома, пытается снять, он бы с удовольствием ее не снимал, и если такая возможность представляется, он этого не делает. То есть, одно из возможных объяснений, опять-таки, такого поведения, это попытка защитить себя от слишком яркого света. При ярком свете беспокойство, возбуждение, суетливость, также могут указывать на повышенную чувствительность и там раздражительность. И, конечно, опять, если это вот такого рода феномены мы наблюдаем, если сенсорный профиль, который мы создали с помощью специального чек-листа, подтверждает наше предположение о том, что существует повышенная чувствительность к зрительным стимулам, необходимо защитить ребенка и использовать соответствующие лампы, соответствующее освещение, разрешать ему носить козырьки, разрешать ему носить специальные очки, в частности, для блокировки бликов. Иногда гораздо проще положить, скажем, дубликат того, что написано на доске на парту ребенку, для того, чтобы ему не нужно было смотреть на доску, ну и так далее. То есть существует целый ряд приемов, не перегружать школу, класс какими-то зрительными стимулами или защищать ребенка, скажем, специальные парты, которые имеют такие боковые заслонки, что позволяет ему защититься от стимулов, которые постоянно отвлекают, раздражают и, соответственно, мешают обучению. Это вот то, что касается повышенной чувствительности к различным сенсорным стимулам, помощь детям с пониженной, чувствительностью несколько всего лишь примеров, тоже в школе, наверное, довольно распространенная история, когда ребенок слишком сильно или, наоборот, слишком слабо нажимает при письме. То есть слишком сильно, буквально иногда это рвется бумага, слишком слабо вообще ничего не видно. Возможно, что это обусловлено тем, что у ребенка снижена проприоцептивная чувствительность и он, соответственно, не может адекватно регулировать свое мышечное усилие. При письме мы используем необходимое некоторое мышечное усилие для того, чтобы след-то оставить, но бумагу не порвать. Что можно предложить вот в этом случае? Например, упражнения с использованием специальных тренировочных материалов. Массы для лепки, жвачки для рук и так далее. То есть такого рода упражнения, соответственно, разрабатывают проприоцептивную чувствительность и могут быть полезными в подобной ситуации. Там всякие мячки для разработки кисти. Удобно поработать с степлером, например. Помогает научиться регулировать прилагаемые усилия степлер. Просто дать ребенку, это бывает для него, кстати, интересно, увлекательно довольно. И тоже оказывается довольно полезным. При слишком сильном нажиме полезно. То есть нужно позволить ребенку получить некоторую обратную связь, для того, чтобы научиться регулировать мышечные усилия. Например, класть лист бумаги на коврик для компьютерной мышки и таким образом регулировать степень усилия, чтобы не продырявить бумагу. Полезно писать и рисовать вибрирующими ручками. Пользоваться ручками с утяжелителями. Вот сейчас при слишком слабом нажиме, скажем, например, пользоваться копиркой, чтобы добиваться достаточной силы нажима для получения следа на той второй бумаге. Вот я просто хочу обратить внимание на здесь вот утяжелители. Почему так часто на самом деле при пониженной, скажем, вообще при нарушениях чувствительности предлагается использовать утяжелители. Ну, в частности, скажем, прежде всего при нарушениях проприоцептивной чувствительности. Потому что для того, чтобы, ну, например, использовать такую ручку или утяжелители не даваются на руки, на ноги, для того, чтобы выполнить какое-то действие с тяжелым предметом, необходимо гораздо большее усилие. что если это усилие постоянно человек должен предпринимать, то он, соответственно, гораздо лучше ощущает свои мышцы, движения, ощущения, получаемые от мышц, сухожилий и так далее. Что, собственно, связано с проприоцептивными ощущениями. Что можно сделать? Несколько примеров при мешающем аутостимулирующем поведении. Ну, например, ребенку трудно сидеть за партой, он постоянно крутится, раскачивается, вскакивает, ползает на пол. Ну, очень распространенная история. Я думаю, что буквально все сталкивались с аналогичным поведением детей. Возможно, вот здесь, кстати, несколько причин. Вестибулярные ощущения. То есть ребенок почему-то пытается, нуждается в получении вестибулярных ощущений. Возможно, также зрительный, потому что это, когда он крутится, вертится, зрительные ощущения, естественно, поступают больше. Возможно, проприоцептивные. Что можно предложить в этой ситуации? Значит, когда мы имеем поведение с аутостимуляцией, мы должны дать ребенку возможность получать такие ощущения, но желательно организовать это таким образом, чтобы это не мешало, ну, в частности, процессу обучения. Например, ребенку нужно сидеть за партой, за столом во время занятий, он этого делать не может. Значит, мы должны дать ему возможность получить это ощущение. Это тоже такое общее место, но в данном случае, например, во время сидения использовать балансировочную или там сенсорную надувную подушку, резиновый мяч, на которых ребенок может сидеть во время занятий. То есть он сидит, продолжает сидеть, но удобоваримым, скажем так, образом ощущения эти получает. К ножкам стола удобно прикрепить такую широкую эластичную ленту, на которую он вставит ноги и точно так же начинает они двигать. Для этого ему не нужно получать те же ощущения, которые он получит, когда будет прыгать, скакивать из-за стола и прыгать или крутиться постоянно. Еще один пример самостимулирующего поведения, которое может очень сильно мешать, и мы тоже часто с ним сталкиваемся, без конца тянет в рот, и съедобные объекты кусают, жуют свою одежду, съедают буквально карандаши. Возможно, получение проприоцептивных оральных ощущений. Возможно, конечно, вкусовых, еще раз напоминаю, важно нам определить сенсорный профиль сначала, но высока вероятность в данном случае, что это получение проприоцептивных ощущений полстерта. Что мы можем в этом случае осуществить? Ну, например, предложить ребенку какое-то приспособление для оживания. Кулон, браслет, бусы, в общем, сейчас это все. Насадку, специальные жевательные насадки на карандаши. Все это сейчас, в общем, достаточно, довольно доступная история. Там съедобные бусы вполне можно делать самим, когда надеваются, там, не знаю, сухофрукты, печенье, орехи, просто вешаются на шею, как бусы, и ребенок может их погрызть в любой момент. Что еще можно использовать? Это, конечно, использовать густые напитки. Например, густой сок, кисель, который необходимо пить через трубочку. То есть, опять-таки, он должен прилагать некоторые усилия для того, чтобы вытянуть этот сок или эти напитки через трубочку и будет получать вот эти вот проприоцептивные ощущения больше, чем, скажем, если он просто будет пить воду из стакана. Предлагать хрустящую вязкую еду, например, там, ириски, которые вообще не очень-то разжуешь, которые вязнут во рту, но это вот то, что в данном случае, те ощущения, которые ему требуются, которые он будет получать, и, возможно, таким образом, самостимулирующее поведение уменьшится, потому что он получит эти ощущения, и потребность в них уменьшится. Если возможно, кстати, тоже рекомендуется это использовать желательную резинку. Конечно, при условии, что ребенка ее не проглотит, ну и, в общем, у нас это не очень почему-то принято. На самом деле, за рубежом, в зарубежной литературе это очень часто рекомендуется детям, которые вот так все тянут рот, жуют, облизывают пальцы и так далее. Ну, просто культура другая, принято. Ну, можно, на самом деле, достаточно много еще перечислять вот таких же ситуаций, и с пониженной, что можно сделать при пониженной, повышенной чувствительностью, при выраженном самостимулирующем поведении. Этих феноменов поведенческих и ситуаций просто невероятное количество. Об этом, в частности, многие из них, примеры такие и способы, что делать в той или иной ситуации, приведены в нашем методическом пособии, которое на сайте присутствует, присутствует по сенсорной особенности детей с расстройствами аутистического спектра в стратегии помощи. Ну, а сейчас просто я еще за оставшееся время хочу много рассказать о занятиях, играх и оборудовании, которые можно использовать, доступное, в общем, недорогое, которое можно использовать и легко, несложно использовать при работе этими сенсорными проблемами. Итак, какова цель этих занятий использования этого оборудования? Еще раз, вот тут очень важно все время задать себе вопрос, зачем я это делаю, зачем я использую это оборудование, для того, чтобы не давать всем одно и то же, это, в общем, без разбора, непонятно, с какой целью и по какой причине. Итак, цель этих занятий – дать возможность ребенку получить необходимые ему ощущения. Мы говорили, да, что очень часто вот стиминг, самостимулирующее поведение, это потребность получения необходимых каких-то определенных ощущений. Так вот, мы даем возможность, мы не запрещаем, это тоже, обращаю ваше внимание на это, что есть довольно распространенная история и среди специалистов, и очень часто среди родителей, запретить те или иные поведенческие какие-то особенности ребенка, устранить их для того, чтобы, ну, потому что они мешают. То есть, таким образом мы, по сути дела, лишаем его возможности получить необходимые ощущения. Он их все равно будет получать, попытаться получать, но каким-то все более и более неадекватным способом, либо это приведет к тому, что он будет настаивать на своем, и, соответственно, будем иметь нежелательное поведение. Нет, здесь стратегия абсолютно другая. Я даю ему возможность получить эти ощущения, но таким образом, чтобы они не препятствовали обучению, там, социализации, адаптации и так далее. То есть, в определенном месте, в определенное время, а может быть и постоянно, но так, чтобы это не мешало самому ребенку и окружающим. Значит, вторая цель этих занятий – это понизить или повысить чувствительность сенсорным раздражителем. И третья – это обеспечить возможность расслабить и предотвратить сенсорные перегрузки. Вот, собственно говоря, смысл и цели этих занятий и соответствующего необходимого для них оборудования. Значит, ну вот, например, виды активности, которые воздействуют на вкусовой, оральную и орально-проприоцептивную сферы. Здесь, в общем, все достаточно понятно. Ничего, наверное, такого неожиданного нет. Ну, еще раз повторю про крутящую вязкую еду, что не очень часто используют жевательная резинка, съедобные бусы. Вот, довольно удобная и интересная штука – это пить из бутылки с питьевым клапаном, который обычно используют спортсмены для получения воды. То есть там, чтобы получить эту воду, нужно надавить зубами на клапан. То есть таким образом вы заставляете ребенка прилагать некоторые усилия для того, чтобы попить, собственно говоря, добиваясь того, что он получает необходимые ему ощущения. Ну, свистки, дудочки, съедобные бусы, о которых я уже говорила. Все это удобно, легко, несложно совсем использовать. При, когда нам нужно как-то воздействовать на вестибулярную систему, очень удобно использовать, соответственно, тоже, понятно, качели, батут, карусель, велосипед – это все понятно. Вот, довольно неожиданно, может быть, это висеть вниз головой. Кстати, наверное, многие тоже наблюдали, что дети, кстати, не только дети с аутизмом, конечно, а вообще дети из типичного развития обожают на диване свеситься вот так вот вниз головой, да, и вот в такой позе находиться достаточно долгое время. Для некоторых это вот, скажем, для некоторых детей с рас это прямо становится вот таким вот повторяющимся видом активности, то есть стоит отпустить его, скажем, из-за стола сроков, как он тут же висется на какое-нибудь кресло, переворачиваясь вниз головой, так висит. Да, вот очень возможно, что, конечно, именно смысл вот такого поведения, это получение вот этих самых сенсорных ощущений, в первую очередь вестибулярных, которые, конечно же, нужно ему предоставить в достаточном количестве для того, чтобы уменьшить просто-напросто потребность них в те моменты, когда это не очень удобно. Что касается видов активности, которые воздействуют на проприоцептивную систему, ну, помимо там батута массажа и так далее, что понятно, вот на что я хочу обратить ваше внимание, это различные упражнения, требующие физических усилий. Вот это не очень часто на это обращают внимание и не очень часто их используют, в отличие там от батута или массажа, а вот, или, скажем, игр с тестом. Но, ну, скажем, в моей практике был ребенок, который, вообще, нарушение проприоцептивной, особенности функционерной проприоцептивной системы и попытка получить вот эти ощущения проприоцептивные у детей сразу, чрезвычайно часто встречается. И не знаю, вот, ну, я сталкивалась с таким феноменом, не знаю, может быть, кто-то из вас тоже это видел, скажем, ребенок обожал таскать вот эти тяжелейшие бутылки, тяжеленные бутылки с водой, которые там привозили домой, и он просто, его основное развлечение было перетаскивать их с места на место. Сенсорный чек-лист и, соответственно, определение сенсорного профиля показал, что, в частности, у него особенности функционирования проприоцептивной системы очень сильно выражены в сенсорном профиле, и, в общем, тогда стало понятно, почему он это делает. То есть он пытался получить вот эти самые проприоцептивные ощущения, когда переносил тяжести. Вот опять возвращаясь к тому, что я уже говорила, использование утяжелителей, которые действительно очень широко применяются. Значит, вот какие же это упражнения могут быть, которые требуют физических усилий? Ну вот, например, толкать на окруженные тележки, возить чемоданы на колесах, наполненные достаточно тяжелыми предметами, использовать утяжелители. То есть вот все такого рода активности оказываются очень полезными для детей с особенностями функционирования, в частности, проприоцептивной сенсорной системы. Ну и под занавес еще раз я бы хотела сформулировать алгоритм действия специалиста, который сталкивается или предполагает наличие у ребенка сенсорных особенностей некоторых. Первое – определение сенсорного профиля. Второе – защищаем ребенка от болезненных ощущений. Третье – используем упражнения для понижения чувствительности к неприятным стимулам. В случае пониженной чувствительности используем упражнения для ее повышения, определяем функцию аутостимулирующего поведения и предоставляем возможность ребенку получать необходимые ощущения, чтобы уменьшить стиминг, затрудняющие обучение и социализацию. Ну и если есть вопросы, то у нас есть время на них ответить. Сейчас я, к сожалению, мелко. Тут никак невозможно. Ребенка 5,5 лет писается ночью, что он не чувствует в той зоне. Вы знаете, я думаю, что мочеиспускание, тем более ночное, это совершенно необязательно связано с какими-то сенсорными проблемами. Тем более, что это происходит только ночью. И в общем в 5,5 лет я думаю, что в данном случае есть некоторые. И нужно обсуждать это каким-то и приучать ребенка к каким-то другим способам. Это необязательно связано с сенсорными проблемами. Так, а как мы... Давайте дальше. Следующий вопрос. Еще хотела спросить. Сын мало чувствительного цвета, с рождения обожает яркий свет, лампы, постоянно подносит близко глаза. У него эпиоактивность на фотостимуляцию. Как его насытить и ненавидит? Ну вот, на самом деле, очень, очень такой правильный вопрос, потому что, с одной стороны, ясно, что ребенок пытается стимулировать свою зрительную сферу, получать сенсорные ощущения зрительной сферы. С другой стороны, ясно, что эпиоактивность, а если тем более были когда-то эпилептические приступы, мигающий, мелькающий свет, безусловно, это противопоказание для использования, скажем, каких-то таких стимулов, которые довольно часто используются, например, в сенсорной комнате. Значит, мой вам, на самом деле, совет. Вот выбрать некоторые там лава-лампы, когда медленно перемещаются в лампе там пузырьки какие-то, еще некоторые другие стимулирующие зрительную систему какое-то оборудование, а дальше просто-напросто пойти и посоветоваться с неврологом, а лучше с эпилептологом, который скажет, можно или нет использовать вот такого рода оборудование в данном конкретном случае. И у него эпиоактивность? Да. Эпиоактивность. Ну, то есть эпилептических приступов не было. Обычно пишется, когда возникает, усиливается или не усиливается на эпиоактивность на определенную частоту мелькания. Вот это все, конечно, обязательно нужно обсуждать с врачом. Так, вот дальше с Кубилиным Александром интересуется. А если ребенок перманентно лопает, разбирает все, что его хоть как-то интересует, это тоже тип стимуляции? Ребенку 4 года. Перманентно лопает. То есть, ну, надо понимать, что если лопает, там, я не знаю, шарики какие-то, вот бывают такие упаковочные материалы, например, да, которые, если нажмешь, они лопнут. Наверное, вот это имеется в виду, разбирают все, что его, ну, насчет разбирают все, что его интересует, я не знаю. Значит, возможно, конечно, это получение либо слуховых ощущений каких-то, если он разбирает, и это издает при этом, вот это самое, когда он что-то ломает, там тоже лего разбирает, это какой-то звук он слышит совершенно определенный, лопает это, если имеется в виду, вот, ну, вот, например, шарик там или упаковочный какой-то материал, тоже возможно, что это, конечно, получение слуховых ощущений. То есть, вполне может быть, если это стереотипно повторяющееся действие какое-то или движение, которое доставляет какие-то ощущения, возможно, что он получает это ощущение, я думаю, что, конечно, вполне можно рассматривать или, по крайней мере, предположить, что это аутостимуляция, а дальше действуем по алгоритму. Так, вот Галунчик Марина Анатольевна интересуется Ваше мнение. Вы отметили про взаимодействие сенсорных систем. Как там известно, вестибулярная система находится в среднем муке. Я читала статью, что дети с особенностями переработки вестибулярной информации имеют сложности с восприятием аудиальных сигналов, а также есть корреляции между речевыми нарушениями и обработкой вестибулярной системы. Очень интересно Ваше мнение. Ну, давайте так, мы не будем сейчас уходить в какие-то такие серьезные научные исследования, довольно практическая такая история, но то, что мы довольно много проводили, использовали эти чек-листы для определения сенсорного профиля. И то, что слуховые и вестибулярные, ну, скажем так, особенности функционирования слуховой и вестибулярной системы идут просто сплошь и рядом вместе, то есть у ребенка наблюдается и то, и другое одновременно, это, ну, по крайней мере, по нашим наблюдениям, это так, конечно. Безусловно, и воздействие на вестибулярную систему, кстати, работа с вестибулярными стимулами очень часто позитивно, если у ребенка есть еще проблемы в функционировании слухового анализатора, очень часто положительно сказывается на нем тоже. Это безусловно так. Может ли быть, что нарушения наблюдения при сенсорной аллалии являются частью нарушений обработки сенсорной информации? Да, кстати, там тоже был вопрос еще и про речь. Ну вот, с моей точки зрения, на самом деле, моего опыта, ну, я изначально, в общем, нейропсихолог, и довольно долго работала, и сейчас эпизодически тоже использую этот метод, и работаю с детьми просто с нарушениями речи, без всякого аутизма сенсорной или моторной, сенсомоторной скорее, аллалии сенсорной, не видела, вот прям сенсорную, совсем безмоторной, но неважно. Вот мне кажется, что здесь это разные механизмы. Мне не кажется, что это вот именно, если ребенок не нормально слышит, а слух проявляется в этих случаях при нарушениях речи, просто обязательно, это как бы одно из первых действий, которые должен назначить специалист, неважно, там, благопед, психолог, дефектолог или педиатр при речевых задержках или речевых нарушениях, проверка слуха. Если слух сохранен, мне кажется, что это не нарушение сенсорной системы, конечно, нет. Там механизм другой. Так, был вопрос по поводу опросника Багдашины, что на Фейсбуке, что старый инструмент 1999 года был пересмотрен, дополнен, упрощен. И хотим отметить, что в новой методичке, которая у нас выложена на нашем портале, там, естественно, уже новый переработанный вариант, поэтому, пожалуйста, всех мы отсылаем на наш портал, все это в открытом доступе, ссылки в чате были указаны, ну и на нашем сайте, естественно, все это найдете. Так, следующий вопрос. Очень важно, что вы заметили, что через глубокие прикосновения, через активность, увлекающую приоприцентивную сферу, мы можем оказывать воздействие на развитие тактильной сферы. Но нам известно, что при особенности переработки тактильной информации у ребенка будут проблемы с формированием подражания, так как тактильная сфера очень коррелирует с функциями внимания и процесса. Если есть проблемы с тактильной сферой, то, к сожалению, не всегда через обучение подражанию можно в полной мере обладать навыком использованию самостоятельных в повседневной жизни. Ну, вопроса так какого нет, но тем не менее. Нет, ну, я поняла, да, то есть вы, там, видимо, это, мы возвращаемся к этому обучению рука в руке. Нет, ну, мы, понимаете, мы все время сталкиваемся с какими-то проблемами. То есть ясно, что, да, в каких-то случаях там подражание невозможно. Хотя я не очень, честно говоря, понимаю, почему при нарушениях, трудностях функционирования тактильной сферы нарушается подражание. Вот это я, честно говоря, не очень понимаю и не очень видела. Не знаю, почему. Да, не знаю, может быть, у вас какой-то другой опыт, но и мне механизм не очень понятен. Но то, что мы бесконечно сталкиваемся, да, мы вроде бы идем вот по алгоритму, протокатуренные дорожки и сталкиваемся с какими-то новыми и новыми вопросами, это, безусловно, так. Ну, мне кажется, что в этом, собственно, интерес нашей работы и состоит, что постоянно возникают какие-то новые загадки, которые приходится преодолевать и разгадывать. И, в общем, в каждом конкретном случае придется, да, разбираться снова, а что такого, если вот совершенно невозможно использовать подражание, невозможно, то есть у ребенка нет, не формируется почему-то навык имитации. Вот почему он не формируется, это следующий вопрос, да, мы не можем обучать рука в руке, мы пытаемся, если я правильно понимаю вопрос или там комментарий коллеги, да, наверное, то почему мы не можем, что нам тогда делать и почему он не обучается методом рука в руке, только ли здесь, вернее, почему он не обучается методом имитации, только ли здесь и можем ли мы это свести к сенсорным нарушениям или это что-то другое, вот с моей точки это, возможно, совершенно другая причина. То есть, ну, я как бы тоже предостерегаю от попыток объяснить вообще все на свете только нарушениями сенсорных, особенности функционирования сенсорных систем, это тоже, на мой взгляд, это ошибочно, и, ну, в частности, я это пыталась показать, когда мы пытались развести мелдаун и танк, да, то есть, похожие вещи, внешне, механизм совершенно разный. Так, Досенбекова Венера интересуется, а можно ли научить ребенка привыкнуть к неприятным ощущениям путем аллогазировок контактирования с ними и их постепенного увеличения? Ну, вот я уже, да, показывала, что, да, это возможно делать, по-видимому, это зависит от нескольких вещей. Во-первых, насколько они для него неприятны. Если это вызывает, ну, просто вот болезненные ощущения, вот болезненные, да, например, какой-то звук, то я плохо себе представляю, как это можно сделать. Значит, бывают, скажем, ситуации, когда эти ощущения не столь болезненные, не столь неприятные. Конечно, я тоже, ну, какой-то пример уже пыталась приводить, когда мы это делаем, в частности, вот опять та же история рука в руке обучения, когда мы на какое-то короткое время прикасаемся, очень быстро убираем это прикосновение, но мне кажется, что очень полезно ассоциировать это с чем-то одновременно очень приятно. То есть он получает вот это вот сначала очень, не слишком для него неприятное ощущение, он его, ну, как бы, воспринимает, но при этом получает одновременно что-то очень приятное, ассоциирование с приятным. Мне кажется, тогда, по крайней мере, из моего опыта, это гораздо более эффективно. Так, ну, много, наверное, от родителей вопросов такого характера. Чувствительность повышенная, пониженная, одновременно оральная, все грызет, жует, бумагу, пластилин, дерево, кушает лед, ест очень горячее, но не ест мягкое, слишком склизкое, непонятной консистенции. Что в этом случае делать? Значит, ну, то, что не ест мягкое, слишком склизкое и какое-то еще. Непонятная, непонятная консистенция. Ну, непонятный, да, не знаю. Значит, наверное, ну, давайте тогда не такое, пока пусть и ест просто, ну, давайте, если нам нужно человек накормить как-то, ну, хорошо, пусть склизка не ест. Вот, многие там какой-нибудь такой противный кисель или маннухажь склизку тоже не будут есть, но это как бы, ну, что-нибудь другое можно дать, наверное. Да? Вот. Значит, почему все тянет в рот и все грызет? Тоже мы это обсуждали. Значит, давайте смотреть на синсор. Почему это, в принципе, может быть? А, это, с одной стороны, вот, как вы сказали, повышенная или там пониженная чувствительность. Возможно, ребенок таким образом пытается получить эти ощущения. Возможно, что он каким-то образом компенсирует, то есть, даже как обнюхивание или там, да, компенсирует таким образом недостаток восприятия в других сферах. Какие-то недостатки, недостаточную возможность воспринять окружающую среду через, посредством других органов чувств. То есть, у нас здесь предположений может быть достаточно много. Возможно, он себе таким образом, таким образом он получает какие-то приятные ощущения. То есть, это идет аутостимуляция. То есть, может быть, значит, попытка стимулировать, попытка защититься, кстати говоря. от какой-то слишком перегруженной окружающей среды. Возможно, это попытка понятия. Значит, для того, чтобы более подробно разобраться, первое делаем сенсорный профиль. Дальше. Значит, я считаю, что ему нужно, такому ребенку, обязательно нужно дать возможность получать необходимое ощущение, как можно, то есть, для того, чтобы он, условно говоря, не хватал камней и не совал их в рот или лед, мы предоставляем ему такую возможность. Например, он постоянно имеет при себе какие-то бусы жевательные или кулоны жевательные, и учим его использовать их в тех случаях, когда ему необходимо получить эти ощущения. Их нужно подбирать индивидуально, что ему понравится, что не понравится. Это уже следующий вопрос. То есть, мы ему эти ощущения предоставляем для того, чтобы избежать каких-то неприятных вещей, когда он может проглотить что-то, то, что глотать нельзя, или съесть какую-то грязную пищу, например. Мне кажется, что вот так. А дальше определяем сенсорный профиль, смотрим, какие еще сенсорные нарушения присутствуют, и начинаем рассуждать, а что бы это могло быть. То есть, возможно, улучшение зрительного восприятия или слухового восприятия уменьшит потребность в получении вот этих сенсорных ощущений. Очень может быть. Вот с другой стороны, смотрите, Киселева и Ленина интересуются. Ребенок трех лет постоянно навязчиво всех трогать за волос, может даже тянуть. В чем может быть причина и как работать с этой проблемой? Значит, первое, он трогает только за волосы. Значит, какие у нас, давайте так, то есть, я опять хочу обратить ваше внимание, что просто так по какому-то поведенческому феномену сходу говорит, что делать, на мой взгляд, это неправильно. Значит, нужно как-то попытаться выдвинуть некоторые гипотезы, почему это может быть, эти гипотезы проверить, а дальше предпринимать саги уже для того, чтобы это устранить. Значит, ребенок трогает за волосы. Почему это может быть? И может даже тянуть. Значит, с одной стороны, сразу возникает какое-то такое ощущение, что он получает некое удовольствие от соприкосновения с волосами. То есть, некоторые тактильные ощущения, когда он трогает волосы. По идее, он тогда должен трогать еще какую-нибудь меху, куклу и волосы, не знаю что. Второе, что мне тоже, на самом деле, приходит в голову сразу, что, возможно, это способ привлечь к себе внимание. Да? То есть, если ребенок умеет ли он привлекать, адекватно общаться, привлечь к себе внимание другого человека каким-то другим способом, а не строгая за волосы. то есть, возможно, это один из приемов, чтобы как-то осуществить коммуникацию. То есть, у меня сразу вот две гипотезы, которые нужно проверять. Значит, одна гипотеза проверяется с помощью определения, первое, что это сенсорное нарушение, с помощью сенсорного профиля. Вторая гипотеза проверяется с помощью специальной таблицы ABC, которая разработана в прикладном анализе поведения, и с помощью которой мы можем понять, собственно говоря, привлекает ли ребенок, например, внимание других людей таким своим поведением или нет. То есть, это все разработано, это все известно. После этого, только после этого, на самом деле, можно предпринимать какие-то шаги для того, чтобы это поведение уменьшить. И, ну да, наверное, то, что он трогает волосы, наверное, это сильно мешает, конечно, как-то пребыванию ребенка в группе со сверстниками, с другими людьми, но иногда, и я согласна, что с этим нужно разбираться и что-то делать, но вот иногда, а может быть и не иногда, и довольно часто мы наблюдаем ситуацию, когда вот некоторые действия больше как бы мешают родителям, а не самому ребенку. То есть, потому что на это, как родителям кажется, обращать, ну, например, трясет кистями рук, когда, это просто вот, ну, очень типичная история для детей с раз. Потрясивание кистями рук, например, когда смотрит мультик или там кого-то встречает, ну, или просто так даже вот просто сидит и постоянно трясет кистями или там крутит какой-то предмет. Ну, на самом деле, вот, если он там смотрит мультик, это или чему-то очень радуется, но это не очень мешает, как мне кажется, ребенку, но очень травмирует родителей, потому что, естественно, все начинают окружающие обращать внимание на это, и вот он выглядит как хоть ненормальный это, слова, соответственно, родителей. Да, ну, мы, безусловно, стараемся как-то помочь и в этом случае, но все-таки в первую очередь мы оцениваем, насколько это мешает ребенку, и нужно ли направлять иногда очень большие усилия на то, чтобы устранять такую форму поведения, да, нужно ли это делать. Вот специалист, как мне кажется, всегда должен тоже это оценить и выбрать какие-то приоритеты на самом деле, чем работать в первую очередь, а что может какое-то время подождать или, в общем, особо не мешает жить. Еще, да, еще вопросы. Подскажите, ребенок с раз, три с половиной года, крутит свои ушные раковины, что с этим делать? Уши не закрывает. То есть только вот, что крутит свои ушные раковины. Тоже на самом деле очень часто встречается вот именно такой, почему-то очень любят дети это делать, но я бы предложила, так же, как, кстати, и при потрясивании кистями, когда крутят какие-то предметы в руках, а не собственные уши, да, дать вот эти вот фиджет-тоис, то есть это игрушки, которые можно постоянно сжимать в руках, ну, не знаю, вот, у меня, к сожалению, нету фотографий сейчас или самой этой игрушки здесь, но это, в общем, очень распространенные, они так и называются игрушки для релаксации. Сжимаете, там выдавливается какой-то пузырек. То есть, короче говоря, человек производит какие-то действия с этим предметом, который сжимается, скручивается, сверчивается, может, сворачивается, может делать это очень долго, это вот метро сейчас, если вы ездите, вы видите, очень часто вот были спиннеры, кстати, спиннер тоже довольно такая удобная штука для того, чтобы занять руки и получить некоторые ощущения сенсорные. Эти люди сидят и просто вот руками манипулируют с этим предметами. Мне кажется, что можно попробовать просто подсовывать. Другое дело, что этому надо учить, брать эту игрушку и получать эти ощущения как можно больше и поощрять за то, что он ее берет, подсовывать ему. То есть, если вы просто положите эту игрушку вместо ушей, условно говоря, он сам этого делать не будет. То есть, это нужно учить, поощрять, подсовывать и насыщать этими ощущениями. Игрушку подбирать, какая, доставить те же самые ощущения. Так, вот другую же отпаковку Юрия Николаевна. Такой вопрос. Ребенок постоянно залезает на шкафы, полки, карабкается на высокие поверхности, не боится упасть. Причем он это делает, если там даже ничего нет, просто верхушка полки, стеллажа. Это нарушение какой чувствительности? Ну, во-первых, не факт, что это нарушение чувствительности. Вот почему, да, это обязательно нарушение чувствительности. Это, на мой взгляд, это потребность получения некоторых. Уж если мы все-таки считаем, что это, да, связано с получением с особенностями функционирования сенсорных систем, что вполне возможно. Значит, еще раз, вот я уже несколько раз говорила и хочу повторить. То есть нарушение чувствительности, снижение или повышение совершенно не единственные причины, не единственные формы сенсорных дисфункций. То есть это только две из многих возможных. Еще одна важнейшая, это получение некоторых сенсорных ощущений. Это никакое не снижение, никакое не повышение чувствительности. Это именно почему-то у человека возникает потребность получения определенных сенсорных ощущений. В данном случае, скорее всего, вестибулярных. Да, ну опять я предполагаю так. Сейчас просто такие поведенческие реакции, особенности очень часто встречаются при особенности функционирования именно вестибулярной системы. Значит, ну опять возвращаемся к алгоритму и определяем сенсорный профиль. Скорее всего, мы подтвердим действительно, что это особенности функционирования сенсорных систем. И дальше все наши усилия, которые мы можем направить на то, чтобы дать ребенку возможность получать вот эти ощущения вестибулярные, в частности, как можно чаще, могут привести к тому, что потребность это уменьшится, и он будет получать их в определенном месте, скажем, прыгая на батутах, качаясь на качелях, вы повесили какую-то там, ну типа качели, которые крутятся и раскручиваются там этот ящик, мешок совы, например, да, под потолок и так далее. И много довольно других. Вы используете упражнение, которое висит вниз головой. То есть вы насыщаете его этими ощущениями и потребность скакать по шкафам тогда, если это действительно связано с вестибулярной системой, она должна уменьшиться. То есть вот так дать ему возможность их получать. Сегодня как никогда много таких конкретных ситуаций. У ребенка 9 лет в школе постоянно возникают конфликты из-за того, что он очень близко подходит к другим детям и толкает их, чтобы получать от них ответный толчок. Ему это нравится, а другим нет. Он это делает постоянно и не может пока контролировать. Поиск ощущений не снижается от его занятий спортом или игрой дома. Значит, опять мы снова возвращаемся к тому, что далеко не любой феномен поведенческий при, ну не только при аутизме, вообще, вообще, да, не может быть сведен только к нарушениям сенсорным, к сенсорным нарушениям. Значит, это одна из возможных причин получить там какое-то ощущение, если он толкает, его толкают. Не знаю, какое тактильное, но как-то, да, почему по-другому он им не получает. Ну, допустим, это так. Но у меня есть другое предположение, а может быть, он не умеет взаимодействовать со сверстниками, он просто пытается таким образом привлечь свое внимание. Это единственный способ для него, на самом деле, привлечь внимание одноклассника или там сверстника или еще кого-то, да, к себе. Вот мне кажется, что в данном конкретной ситуации это более вероятно объяснить. И разбираться нужно, посмотреть, насколько действительно возможность коммуницировать, играть и как-то там обращать на себя внимание адекватным способом окружающих, сформированного у ребенка. Так, ну, к сожалению, время неумолимо заканчивать. Последний вопрос. Как помочь сформировать или выбрать ребенку из сенсорного шума приоритетный сенсорный сигнал? Да. То есть, видимо, вопрос идет о том, что ребенок обращает на верное внимание, да, ну, это как бы очень общий в виде сформулированный вопрос. Наверное, речь идет о нарушениях фильтрации. То есть, когда страдает функция внимания, да? Ну, по-видимому, я так предполагаю, что, наверное, речь идет об этом. Значит, ну, первое, что мы смотрим на то, какой это, во-первых, сенсорный, какой анализатор, за действием больше всего. То есть, что? Он реагирует на какие-то, скажем, стимулы слуховые. То есть, никто не слышит какого-то звука, а он его слышит. Или это какие-то зрительные. На что именно он реагирует сильнее всего? То есть, вот, да, даже маловероятно, что реагирует на все на свете. Ну, как бы я плохо себе представляю, что фильтрация не работает совсем. Да? Значит, дальше, на самом деле, мы обедняем среду. Вот, в первую очередь, что нужно сделать при нарушениях внимания, но, соответственно, если нарушена фильтрация, ну, неважно, при любых нарушениях внимания, мы должны среду обеднить. То есть, это количество этих стимулов вначале должно быть минимальным. То есть, максимально отсутствует отвлекающий и, соответственно, умение, то есть, большая вероятность, что реакция произойдет на значимый раздражитель. Просто по причине отсутствия отвлекающих стимул. То есть, вначале минимизировать ощущения окружающие, свести все к максимально значимым, по возможности только к тем, которые имеют значение. Это, вот вы знаете, загородки на партах, это убрать все со стола лишнее, это сделать там со стен всякие фотографии, картинки, или посадить таким образом, чтобы ребенок их не видел, закрыть форточки, ну, чтобы шум с улицы не проникал, ну, не знаю, что еще его отвлекает, там, клинические часы, все что угодно. Значит, и учить, выделять, то есть, соответственно, реагировать на стимул. Адекватный, значимый в данном случае, и постепенно, постепенно, после того, когда реакция на этот значимый стимул будет достаточно отработана, автоматизирована, уже хорошо, постепенно добавлять какие-то в окружающую среду другие стимулы уже, ну, скажем так, которые потенциально могут отвлекать. Все, спасибо огромное. Все, мы сейчас выходим из эфира. Спасибо. Да. Надеюсь, что было полезно. Было очень полезно по отзывам. Спасибо огромное. Всем очень понравилось. Спасибо. Спасибо. Всем до свидания, коллеги. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok